20 минут о красивой жизни в красивом городе это бьюти тайм на 31 всем здравствуйте спонсор программы профилактическая терапевтическая клиника формула аксессуары о них можно говорить бесконечно но если в нескольких словах то это и вкус и стиль и индивидуальность и характер и настроение и сегодня речь пойдет об аксессуарах для сумок сегодняшняя мода на сумке и рюкзаки предполагает не только их строгие и целевые варианты любая модель может быть оформлена с помощью декоративных украшений только вот производители часто предлагают нам нечто стандартное металлический или кожаный невзрачный аксессуар а ведь можно к этому вопросу подойти креативно за идеями мы отправляемся в тессуру такое направление появилось когда стала приходить фурнитура а в виде цепей в виде всевозможных колечек зажимов застежечек и приходил какой-то декор или допустим функциональные подвески с петельками и хотелось все это дело собрать воедино чтобы смотрелось как декор мы пошли шире мы предлагаем более широкий ассортимент более разнообразное более того мы можем здесь предложить декор буквально на любую сумку будь то сумка шоппер пляжная сумка может быть это элегантная сумка свои варианты подвесок активно используют в последнее время дизайнеры однако брелок от знаменитого бренда будет стоить баснословно дорого зато всегда можно создать реплику своими руками кожаные элементы мы получили очень интересные конечно цветы в стиле фенди мы свое время ее продавали мы их продавали для декора на платье и потом я подумала почему не это не может быть с декором для карабина для этого я взяла допустим два цветка соединила между собой приклеив чтобы он был двусторонний вставила кольцо и получился получился вот такая подвеска карабина сумка кисти я очень люблю я очень к ним отношусь трепетно вообще кисти я считаю на сегодняшний день это уже классика стала и поэтому пошли шире стали делать кисти подвесы для карабины для сумок в виде вот виде допустим вот такой кисточки на самом деле это элементарный карабин для сумки вполне декоративной берется кольцо соединительное берется наша кисть и получается очень интересный декор потому что кисти на сумках на соломенных сумках это очень хорошо смотрится на плетеных вязаных сейчас это в тренде это очень популярно соединив буквально две-три детали вы получаете эксклюзивную кисть на сумку цепи это прямо отдельная история у нас это один из любимых ассортиментов в нашем отделе потому что он обладает очень широким диапазоном применения это могут быть вот такие декоративные подвесы опять же это собрано из нашей цепи и из нашего карабина соединительное кольцо всего три элемента получился самостоятельный декор очень модный это могут быть пояса декоративные на платье на блузку соединили бусины сваровски соединили с карабином и получился великолепный нарядный пояс который можно кстати использовать на шею как сатуар вплоть до того что мы собираем вот такую интересную бижутерию допустим вот эти кисти серьги собраны из мелкой цепочки бижутерной и бусин сваровски вообще изначально тема это серьги в стиле дольче габбана и мы собрали вот такую кисть из наших атласных ленточек бусины сваровски подвесили на цепи и все это венчает филигрань сваровски может быть и моносерегой может быть и кулоном если мы повесим тонкую цепочку подбор украшения на сумку дело не такое простое как кажется если от изобилия идей разбегаются глаза можно не ограничивать себя одним украшением а сделать их несколько и постоянно менять вы смотрите программу beauty time продолжаем выпуск я елена броникова и я являюсь бьюти экспертом все свое детство и юность я провела в салонах красоты потому что это наш семейный бизнес сегодня я расскажу вам про диодный лазер для удаления нежелательных волос первый этап зона воздействия обрабатывается антисептиком после этого наносится гель это не больно первое в силу того что я чувствительный человек я не могу терпеть электроэпиляцию для меня гораздо комфортнее потратить полчаса своего времени на процедуру лазерной эпиляции и при этом за полчаса обработается вся поверхность которая мне нужна электро это совсем другой вариант при лазере вы удаляете волосы до пяти лет при электро вы удаляете их на всю жизнь вот кому что подходит исходя из их возможности исходя из их чувствительности и так далее на отдельные участки я предпочитаю электро на отдельные участки я предпочитаю лазер при лазерной процедуре можно удалить практически все тело за одну процедуру более того нет проблем с вросшими волосами также отсутствуют раны на коже и эта процедура комфортно для людей с повышенной чувствительностью в среднем это три недели разбег между пяти лет подготовки особой нет это все достаточно комфортная процедура абсолютно для всех делали процедуру две недели на солнышко не выходить в бане не ходить это стандартно ничего сложного там нет на этом все меня зовут елена броникова естественность это хорошо но я за ухоженность центр косметологии мэрилин онлайн консультации по аппаратному и инъекционному омоложению удалению шрамов и тату коррекции татуажа лазерной и электроэпиляции и другим вопросам нашего проекта звоните 8 908 0 94 70 05 центр косметологии мэрилин после возобновления работы ждем вас у нас в салоне на улице свободы 32 для первых в труде и первых в игре для первых свиданий и первых признаний для первых по кудряшкам и первых по волнам для первых на поворотах и первых на виражах махва первые для первых это бьюти тайм программа о красивой жизни и ухоженной внешности продолжаем выпуск согласно статистике далеко не все женщины регулярно посещают косметолога а значит что все заботы по сохранению красоты возложены на домашний уход именно для такой аудитории в магазинах косметики проходит экспресс диагностика состояния кожи аппарат измеряет уровень увлажненности кожи в глубоких слоях то есть независимо от косметики на лице аппарат делает очень точную диагностику производим мы диагностику на самой выступающей точке на лице это у нас скула именно она больше всего подвержена воздействию внешних факторов 45 с лектором и 45 с правой благодаря показателям мы понимаем что нужно делать дальше либо мы делаем более интенсивный упор на увлажнение либо мы работаем с отеками с чувствительностью увлажнение особенно это важно для склонной к жирности кожи потому что при нарушении гидролипидного барьера жирная кожа начинает выделять еще больше себума для того чтобы себя защитить поэтому прежде всего уход должное увлажнение не пересушивать кожу не пренебрегать всеми этапами ухода утром и вечером аппарат показывает уровень увлажненности на правой и левой стороне лица часто они бывают не одинаковые а значит и уход нужен соответствующий показатели по нашему аппарату это 55 процентов норма по увлажненности все что ниже это считается ниже нормы соответственно над кожей нужно работать нужно увлажнять нужно ухаживать косметолог работая вот на этом аппарате выясняя какие-то проблемы кожи или уровень увлажненности питания кожи он естественно подбирает сразу уход мы знаем что у корейцев там 10 ступеней ухода и вот 10 ступеней мы вам здесь подберем и практически для любого возраста то есть начиная с молодых девчонок мы все понимаем что это чаще всего определенная линейка косметики это определенная гипоаллергенность и так далее потому что они еще не знают какие проблемы у них могут быть с кожей независимо от возраста увлажненность может быть разной она может быть низкой уже даже в 15 лет это зависит у нас от генетики это зависит у нас от уходовых средств это зависит у нас от пищи от водного баланса после точной диагностики и рекомендаций специалиста вы уже точно будете знать на что именно обратить внимание сменить уходовую косметику или же пересмотреть свое питание а иногда и прибегнуть к радикальным мерам например во имя здоровой кожи отказаться от вредных привычек это beauty time программа о том что делает нашу жизнь яркой продолжаем выпуск если в первые годы жизни дети это сплошная радость то в школьном возрасте сплошные проблемы не хотелось бы утрировать и обобщать но доля правды в этом все же есть и пожалуй больше всего вопросов на лекции Димы Зицера было на тему из жизни школьника сегодня много вопросов было а вот дети делают, я не знаю, домашние задания портят нам отношения и так далее спросите учителей зачем они делают домашние задания узнать нельзя ли как-нибудь иначе без этого можно, все можно про все надо разговаривать помните о том, что это наши самые любимые люди самые близкие люди что их никто не защитит кроме нас я не имею ввиду сейчас защитит то есть мы пойдем на войну со школой нет, нет, нет есть прекрасные учителя и в Челябинске я уверен есть прекрасные учителя которые с удовольствием идут на диалог задают вопросы, ищут ответы в одном из лучших законов образования в мире в российском законе образования прописано, что родители не просто имеют право взаимодействовать с системой они практически должны там не написано но мы этого не делаем вообще сформулировать, зачем ребенок идет в школу если мы чего-то не понимаем помните о том, что этот вопрос нужно и можно задавать учителям что мы должны это делать вспомните о том, что родительские собрания это собрания родителей на которых мы задаем вопросы они сидим и ждем, пока нас поругают и так далее и чтобы диалог с системой оказался конструктивным для начала стоит самим настроиться на волну искренности и любви все так сложно и в то же время до гениальности просто вообще правду как сказал один литературный герой говорить легко и приятно и в этот момент если сесть с ребенком и сказать слушай, ты мне так дорог, я тебя так люблю ты меня прости, если что не так я очень и очень постараюсь ты мне скажи, если тебя окажешь я в чем-то ошибаюсь нет ребенка ну может быть есть, но может быть какой-то один процент который в этот момент не пожмет эту протянутую руку мы-то в этот момент стараемся изо всех сил не быть людьми и сделать вид, что мы очень сильные и что мы точно знаем как надо и что мама не может ошибаться и тогда это вызывает прям противо ах ты не можешь ошибаться так и я в 15 лет тогда не могу ошибаться если я вижу перед собой маму или папу переживающие, сомневающиеся родители я не знаю, да признающие ошибки родителей это рождает человеческие отношения и не надо бояться в этот момент что ребенок распустится и сядет на голову ничего подобного ребенок в этот момент поймет что его родители живые что у родителей можно просить помощи что можно признавать ошибки что можно быть слабым с близкими людьми понятно, что мы разные и время разное но мне кажется, что надо помнить хорошо об этом помнить о том, что мы разные помнить о том, что им очень нужна наша помощь и стараться все-таки сделать их жизнь лучше, комфортнее, интереснее а не хуже, сложнее как-то так сложилось исторически что современные дети и их родители много чего друг другу должны должны оправдывать ожидания делать уроки до ночи быть записанными во все кружки и во всем быть, по крайней мере не хуже остальных и если вас накрыла эта волна общественного мнения пора задуматься вот о чем если мы с вами помним что на нас давят мне кажется, что это половина освобождения то есть, если я проверяю себя время от времени правда, я сейчас так себя веду потому что хочу так себя вести или потому что на меня давит телек да, или газета или лекция чья-то и так далее я почему это делаю? или потому что мне ну в кайф, извините, еще раз это произнесу мне кажется, что очень важно чтобы было в кайфе мне кажется, что при всем этом давлении ну это же слушай, детство же уходит у них которое не вернется ты второй раз не увидишь эту девочку или мальчика своих детей которые проходят эту точку ну это ж так жалко вы вспомнили классика Толстого который сказал каждая несчастная семья несчастна по-своему никому не говорите но мне кажется, что Толстой очень серьезно ошибся несчастные семьи несчастные довольно похожи а вот счастливые счастливы по-разному и каждый раз задавать себе вопрос в том, слушай, а почему в чем счастье того, что я живу с этим человеком ребенка я имею ввиду не только ребенка, мужа, жену любимым он такой он яркий как сегодня я прожил свой день для того, чтобы вот этот кайф словить вот и все телемедицина в Челябинске эту инновацию в числе первых у нас внедрили в клинике-источник теперь пациенты имеют возможность получать консультации врачей разных специальностей дистанционно телемедицинская консультация будет эффективна в том случае если пациент уже был у врача и теперь обращается с целью интерпретации анализов, назначенных в динамике или уточнения диагноза или коррекции назначенного лечения на сайте клиники-источник и на ее страницах в соцсетях есть видеоролик с пошаговой инструкцией как зарегистрироваться и записаться на прием нужно зайти на сайт клиники-источник найти вход в личный кабинет авторизироваться через портал госуслуг и оказавшись в личном кабинете выбрать нужного вам специалиста дату, время консультации и оплатить услугу на этом процедура оформления телемедицинской консультации закончена первичному пациенту на онлайн приеме специалист дистанционно сможет составить план обследования и дать рекомендацию к врачу какой специальности лучше записаться на прием пациенту, который ранее не был у врача к которому обращается на онлайн консультацию нужно понимать что в рамках такой консультации невозможно выставить диагноз назначить лечение и дистанционно врач может порекомендовать специалиста, к которому необходимо обратиться скорректировать или назначить план обследования или провести беседу о профилактических мероприятиях при том или другом заболевании расписание телемедицинских консультаций открыто у врачей разных специализаций в том числе и узких эндокринолога, ревматолога, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, гинеколога и других это особенно важно для людей имеющих хронические заболевания Вы смотрите Beauty Time Красивые подробности красивых событий в формате No Comment завершение выпуска ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале и на страницах в соцсетях ищите по хэштегу Бьюти Тайм нижнее подчеркивание ТВ А на этом выпуск завершен. До встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok